Здравствуйте, рады мои! А кто нам не рад, тоже здравствуйте! Сегодня я хочу сказать про референдум. Ну что сказать-то? Как нас жарят? Сейчас светлее сделаю, как вот тогда. Как нас жарят, рады мои? Ну кто жарит, понятно, кто референдум нам дает голосовать на референдумах, те и жарят. И получается, закон-то как дышло, рады мои. Сначала вот вам расскажу про свой опыт деревенский. Референдум. Не помню, время это, там, год какой. У нас в деревне такое было градообразующее предприятие. Здоровенное. И там у нас не так далеко, крыров 100 от нас нашли магнезит. Залежи магнезита, ну, нашли-то давно. И у нас такая была огромная пропаганда этого магнезита, магнезита. Что тут поднимется уровень, деревня там в город превратится там в огромнейший, там, что или не мегаполис. Дороги будут отличные, там все, это деньги, это же будем обрабатывать магнезит и все остальное. Хвалили. Ну, у нас тут же сразу информация была, что где производят магнезит. Вот давайте так, готовый магнезит. Мы там в те времена не понимали, что такое магнезит. Сейчас я вам вообще объясню, может, тоже никто не понимает магнезит. Такая информация была, что так, вроде как, странно, вот ископаемое какое-то, и что, когда оно уже обработанное, обожженное, там все сделано, все приготовлено, его чуть ли не можно есть, и как удобрение, и польза будут организму. Вот так вот. А когда производство производят, пока его делают, это отрава, яд. Смерть, и тут, короче, по периметру тут все болезни будут. Ну, и, короче, референдум сделали нам. Пропаганда, говорю, страшнейшая была. Там предприятия приходили, школы приходили, там агитаторы проплаченные, там объясняли, там, да, вот, смотрите, будущее будет у нас. У нас маленький будет. Это перестройка была, сейчас эссизия, и чуть ли не маленький коммунизм будет у нас здесь. Такой личный такой. На референдум все пришли и сказали, пошли со своим магнезитом подальше, со своим этим коммунизмом и своим богатством. И что же произошло, рады мои? Начали перерабатывать магнезит, рады мои. Просто, в наглость, спокойно, молча, наплевали на референдум и стали оборвать магнезит. Потом у нас это предприятие, началась перестройка, а мы знаем, что все предприятия поумирали, ну, по одной причине там простая, но банальная, ну, ладно, давай. И наше предприятие тоже умерло. И стали там, на этом, на основе предприятия, там сейчас три или четыре цеха таких делать. И вот сейчас покажу вам, посмотрите, вот это вот, вот сейчас, вот, видите, полная чашечка моя, вот она, замерзла, блин, сломал. Сейчас вот, вот. Вот, разумные. Вот это вот, вот, прошло. Это готовый магнит думать откуда он на меня. В прошлом году я просто взял на свое предприятие. Там это добра моря. Кулями. Так вот это вот уже готовый, рады мои, магнезит. Готовый. Этот магнезит, вы знаете, по телевизору реклама. Магний. Магний для памяти, для здоровья, там, в удобрении. Вы покупали там рябушку, борюшку и все остальное. Так вот это вот, магний, там вот и содержится. Именно вот это вот вещество. Я тоже тут, вот, набрал там, что там, салфаном пакет с перепугу-то. Где-то, ну, недели две, наверное, подсыпал порсятом. А потом что-то думал, ну, да нафиг надо это мне. И так живут, растут и... Да нафиг надо. С вашим там магнием, там все. Ну, ладно. Тут врачиха мне, а у меня проблемы там в организме есть. Так они мне, врачиха, вот, магний, типа, давайте культ магния притащу ей, говорю. Она говорит, это не тот магний, это производственный. Это тот магний и есть, радуные. Тот магний и есть. Больше магния нет. Магний. Магний. Это вот обработан магний. Что замечательно еще, почему? магний, то вот, когда вот привозят, допустим, 10 тонн магния, там, примерно, около 5 тонн только готового магния выходит. Остальное все в атмосферу. Все это, псссс, это реакция. Ладно, про это референдум сказал. Понимаете, референдум проголосовал народ против, а мы это делаем до сих пор, рады мы, до сих пор. И завод тот дел, и тут цеха шлепают. А теперь, рады мы, давайте посмотрим про тот референдум 91-го года. Я тут на листочке его переписал в интернете. бюллетень для голосования на референдуме СССР 17 марта 1991 года. Что же тут написано? Считаете ли вы необходимым сохранение союза советских социалистических республик как обдавленной федерации равноправных суверенных республик? А дальше там глупость какая-то, ну, тоже умная мысль, в котором будут в полной мере гарантированные права и свободы человека в любой национальности. Почему я вот это видео так хочу снять? Потому что там такое жуют. Тут, понимаете, тут обман, тут совсем другой смысл. Ну, давайте другой смысл искать. Допустим, как обновленная федерация равноправных суверенных республик? Ну, давайте так, вроде бы равноправные республики, равноправные, суверенные. Видите, какой подвох там пахи, пахи вот так. пускай будут равноправные, пускай будут суверенные, но написано сохранение союза советских социалистических республик. должно быть тогда все равно быть союз советских социалистических республик, а не СНГ. Это раз. Второй подвох, что, вернее, нам наплевали на нас. Я повторяю, первое, СССР все равно написано Союз Советских Социалистических Республик, а в нем обновленные федерации, допустим, даже. Пускай будут. Но этого нет, СССР нету. Так? А дальше, смотрите, что-то интересное, тут же написано, в которой, в этой федерации равноправных республик, в которой будут в полной мере гарантированы права и свободы человека любой национальности. А что же происходит во всех этих федеральных равноправных республиках гнобили русских? А тут написано, что всех национальностей права и свободы гарантированы, они тут же гнобят русских. Даже вот на Прибалтике посмотреть. Понимаете? Вот что в нашем деревенском референдуме, что общесоюзом просто наплевали лично на людей, на их мнение. Как говорят, вот подвухов там, я повторяю, чушь собачья. Без всякого подвуха просто растоптали наше мнение. Кто? А кто и спрашивал? Те же и растоптали. Вот все равно мои лайки, дизлайки, комментарии, подписывайтесь. Дальше еще что-то такое весело расскажу. До свидания, Редактор субтитров Н. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова